И будем начинать наш сегодняшний вебинар по проекту двигателя Дуинова. У нас сегодня новый фон. Ставьте, как говорится, лайки, если он вам нравится. Вроде ничего выглядит, немножко бледнее, чем я думал, если честно. Ладно, так или иначе, начинаем наш вебинар. Сегодня у нас презентация проекта двигателя Дуинова. Сегодня мы будем говорить о том, что такое проект двигателя Дуинова, что за технология стоит за этим проектом, технология нашего российского инженера, разработчика Дмитрия Александровича Дуинова, где она применяется, ну и, конечно, для чего компания сейчас привлекает инвестиции и как каждый из вас может заработать вместе с этой прорывной российской технологией. В общем-то, будет интересно, если вы еще ничего не знаете о проекте двигателя Дуинова. Сегодня вы разберетесь в этом, но если все же у вас останутся вопросы, вы можете их писать во вкладку «Вопросы» вверху в вебинарной комнаты. Причем это делать можно уже сейчас. Если есть какие-то вопросы, касающиеся проекта, пожалуйста, можете это делать. Я же буду начинать. Меня зовут Павел, я один из участников команды, которая занимается привлечением инвестиций в этот проект. Сегодня именно я проведу для вас презентацию и затем отвечу на вопросы. Начну я рассказывать самых основ проекта, буду говорить о технологии. И технология эта применяется в так называемых электродвигателях. Там, где применяются электродвигатели, я думаю, что многие из вас знают, даже те, кто никогда об этом не думали напрямую, не задумывались, что они нас везде окружают. В общем-то, сейчас всем известно, что электродвигатели все чаще применяются и в автомобилестроении, но уже не первое десятилетие они применяются и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и даже в быту. И даже вся бытовая техника работает благодаря электродвигателям. В общем-то, это именно то, что приводит механическую работу, то, что благодаря чему начинается движение, там крутится барабан или работает какой-то станок. Все это подключено к электричеству, поэтому именно электрическая работа, переходящая в механическую, это и есть задача, которой справляется электродвигатель. 80% всех электродвигателей, которые мы знаем, это именно асинхронные электродвигатели. Они наиболее распространены во всем мире. Я даже неверно сказал, не то, что это, которых мы знаем, а именно 80% всех двигателей, в целом применяемых и используемых, работающих во всем мире, это асинхронные электродвигатели. В общем-то, почему так? Ответ достаточно прост. Дело в том, что они наиболее надежны, наиболее доступны, наиболее эффективны за, скажем так, цена-качество. И их можно применять в огромном спектре различных направлений. Поэтому более 10 тысяч различных разновидностей подобных электродвигателей существуют и применяются, как я уже сказал, в самых разных областях. 60% мировой промышленной электроэнергии потребляется именно этим классом электродвигателей. 7 миллиардов ежегодно различных электродвигателей выпускается, еще 7 проходит капитальный ремонт. И в данный момент в мире работает от 80 до 90 миллиардов различных асинхронных электродвигателей. Дело в том, что конструктивно эти двигатели имеют так называемую обмотку, которую все давным уже знают, применяют, которые себя зарекомендовали. Это такие методы обмотки, как звезда и треугольник. В общем-то, здесь ничего нового нет, но именно в этом направлении кроется разработка Дмитрия Александровича Дуйнова. Именно Дмитрий Александрович Дуйнов сумел успешно соединить две эти обмотки в одном электродвигателе, несмотря на то, что такие попытки были и до этого. Еще в начале 20 века были попытки сделать подобный двигатель, но именно Дуйнов смог довести эту идею до конца. Именно он смог выявить закономерности в этой технологии, ну и соответственно запатентовать ее и в дальнейшем продолжать ее исследовать. Называют эти обмотки славянка, полное название совмещенные обмотки славянка, именно по той причине, что две обмотки соединены в одну. Ну самый главный вопрос, для чего это делается? Делается это для того, чтобы двигатель приобрел ряд характеристик, то есть те двигатели, в которых применена совмещенная обмотка, они на порядок лучше, чем то, что сейчас делают конкуренты. И начнем мы говорить, конечно же, именно о самом таком известном преимуществе совмещенных обмоток, это экономия электроэнергии. Дело в том, что те двигатели, которые делают Дмитрий Александрович Дуйнов, они потребляют до 40% электроэнергии меньше, нежели те двигатели, которые сейчас могут сделать конкуренты. Я уточняю, что абсолютно все, о чем я сегодня буду говорить, в дальнейшем я подтвержду фактами, испытаниями. В общем-то, это не будут какие-то голословные заявления. Далее, конечно, стоит отметить себестоимость такого двигателя. Дело в том, что себестоимость двигателя с совмещенными обмотками на 30% меньше, нежели аналогичные двигатели, которые сейчас есть на рынке. По той причине, что в нем используется меньше электротехнической стали и меди. Ну, в общем-то, имея одно и то же количество сырья, вместо двух классических электродвигателей асинхронных, мы можем сделать сразу три. В общем-то, это экономия сырья, опять-таки, сказывается и на цене, ну и, конечно, на нашей окружающей среде, потому что, опять-таки, утилизированные отходы, утилизированные двигатели и, в общем-то, производство самих электродвигателей, конечно, влияет на окружающую среду. Далее, что я хотел бы отметить, это, конечно, надежность. Сервис-фактор у двигателей с совмещенными обмотками 2,5, для тех, кто это понимает, не зная, что это достаточно серьезный показатель, которого удалось достичь уже на данный момент по опыту эксплуатации данных машин. Есть еще много других преимуществ, обо них вы можете почитать на нашем официальном сайте, это более уже тонкие инженерные подробности. Я бы хотел уже лишь сказать о том, что те преимущества, которые получают двигатели, о которых я говорил, о которых я не сказал сегодня, это в чем уникальность. Самое интересное, что здесь мы можем уже говорить не только о выгоде, о какой-то выгоде, которую получает компания или люди, которые используют подобные электрические машины. Ну и, конечно, мы здесь говорим об окружении, о сохранении окружающей среды. Дело в том, что большинство двигателей, которые сейчас используются по всему миру, это двигатели класса Е1. Есть шкала энергоэффективности электродвигателей, самый минимальный это Е1, максимальный это Е4. И именно в классе Е1 большинство парк, почти весь парк электродвигателей и работает. Конечно, это влечет определенные последствия за собой. Дело в том, что используя все больше и больше электродвигателей на нашей земле, людям необходимо вырабатывать все больше и большее количество электроэнергии, чтобы эти двигатели могли работать. Выработка электроэнергии, в свою очередь, это один из самых пагубных факторов, влияющих на нашу окружающую среду, потому что в процессе выработки электроэнергии не только проходят такие, казалось бы, уже избитые вещи, как загрязнение воздуха, почвы и воды, хотя это очень важно. Мы сталкиваемся с глобальными проблемами, такие как парниковый эффект, изменение климата, увеличение оттоновой дыры. Все это продолжает прогрессировать, в том числе благодаря выработке электроэнергии. Именно поэтому сейчас самый главный тренд всего мира, это тренд энергосбережения, это то, как сделать так, чтобы мы могли продолжать использовать и наращивать парк электродвигателей по всему миру, но не уничтожили нашу землю, что называется, до конца и продолжили свое существование на ней. Потому что, конечно, если мы уничтожим природу, то и человек в том числе не выживет, и эти электродвигатели, в принципе, также будут никому не нужны. В чем же здесь нам может помочь технология Дмитрия Александровича Дуинова? Дело в том, что наша компания, это первая компания в мире, которая смогла сделать электродвигатель класса Е3 в корпусе Е1. Это означает, что мало того, что мы можем создавать двигатели самого высокого класса энергоэффективности и устанавливать их на станках, на электроавтомобилях и прочее, мы можем переоборудовать текущий парк электродвигателей, потому что, всего лишь сменив обмотку на старых двигателях класса Е1, мы их уже автоматически переводим в класс Е3 и Е4. То есть у нас есть возможность переоборудовать весь тот текущий парк электродвигателей, который есть в мире, и кто-то скажет, почему другие компании это не делают. Они делают, но дело в том, что сейчас двигатели класса Е3 и Е4, они гораздо больше, чем те двигатели, что делает Дуинов по габаритам, они гораздо дороже, и на данный момент просто нет возможности у многих компаний даже эти двигатели поставить, потому что не хватает денег, чтобы разработать для определенной отрасли такой электродвигатель. Здесь же у нас есть возможность старый парк просто перевести в класс Е3 и Е4. Именно поэтому мы говорим, что наша компания создает самые эффективные электродвигатели в мире. Это не просто слова, это подтверждает протоколы испытаний, которые сейчас проводятся, в частности, в нашей лаборатории, и с этими протоколами любой из вас также может ознакомиться. Именно по этой причине сейчас все больше и больше наши технологии признают не только с точки зрения коммерции, но и с точки зрения сохранения окружающей среды. И в частности, например, в Китае мы были достойны премии, скажем так, на одном из крупных китайских форумов, как одна из самых важных технологий для Китая в области энергосбережения и сохранения окружающей среды. Поэтому, друзья, наша миссия, она даже гораздо более важная, нежели просто зарабатывание денег, она касается всех нас, и даже тех, кто в проекте двигателя Дуинова не участвует. Давайте теперь уже поговорим о том, чем же все мои слова можно подтвердить. Подтверждаются мои слова, конечно, в первую очередь патентами, которые были получены на эту технологию. В 1995 году первый электродвигатель был модернизирован по совмещенным обмоткам «Славянка», и за это время компании удалось получить 18 патентов в ходе работы над технологией. Кроме патентов, конечно же, было проведено большое количество различных исследований при различных университетах и правительствах разных стран. Исследования десятки самых разных. Есть в том числе благодарственные письма от разных крупных компаний, в том числе, например, от метрополитена города Санкт-Петербурга, где, опять-таки, они в ходе своих испытаний также подтверждали то, что совмещенные обмотки эффективны, действительно дают тот эффект, который заявляет разработчик. Со всеми протоколами испытаний вы можете также ознакомиться на нашем сайте или на наших официальных ресурсах, все это есть в открытом доступе. Далее, если мы начинаем говорить про практическое применение, конечно же, стоит вспомнить о лицензионных обмотчиках. Кто это такие? Лицензионные обмотчики – это компании, с которыми уже на данный момент заключен лицензионный договор, который позволяет им работать по технологии совмещенных обмоток «Славянка». Это те компании, которые уже сейчас зарабатывают благодаря технологии Дмитрия Александровича Дуйнова. Они так или иначе на данный момент оказывают различные услуги по ремонту и продаже, ремонту, обслуживанию электродвигателей. И они, имея лицензию, в том числе предлагают своим клиентам их двигатель переоборудовать по технологии совмещенных обмоток. Но в случае, если клиент соглашается, они эту услугу оказывают и часть денег передают компании АССПП, одним из учредителей которых также является Дмитрий Александрович Дуйнов. Именно эта компания вела разработку над технологией все эти годы. В общем-то, для чего это делалось, я думаю, понятно. В первую очередь, для того, чтобы зарабатывать деньги. И это не какой-то даже здесь, в первую очередь, корыстный интерес. Вы должны понимать, что все разработки, которые мы сейчас имеем и наработки по технологии, делались на свои деньги. Их делали исключительно разработчики самостоятельно. Поэтому эти лицензионные отчисления помогали им продолжать вести разработку и продолжать нарабатывать знания, опыт и тестировать различные электродвигатели. Ну, в общем-то, это вылилось в данный проект, поэтому я думаю, что ставка была, безусловно, верной. Далее, что стоит отметить. Это, конечно, то, что... А, вот первое, это зарабатывание денег, как я сказал, для развития технологии. А второе, то, что эти лицензионные обмотчики, они за время своей работы, за эти долгие годы модернизировали по совмещенным обмоткам десятки тысяч различных электродвигателей. И это позволило убедиться в том, что технология работает не на каких-то конкретных моделях, а то, что технология работает на всем спектре асинхронных электродвигателей. Поэтому подтверждать то, что технология работает или не работает, спорить над этим, говорить, что она эффективна или нет. Друзья, вы все можете найти контакты этих лицензионных обмотчиков и узнать у них, как они зарабатывают деньги на технологии, если она, например, не работает. Но это, конечно, для скептиков, уж совсем таких отчаянных. Но сделать вы это можете. Если же вы хотели бы самостоятельно проверить то, что технология работает, вы можете это сделать. Вы можете приобрести справочник по совмещенным обмоткам. И в этом справочнике достаточно подробно описана технология, а также достаточно большое количество различных схем присутствует. Вы можете даже в домашних условиях модернизировать какие-то двигатели, если у вас есть определенные навыки, и увидеть, какие характеристики этот двигатель приобретет. Пожалуйста, это вы можете сделать, приобретя справочник. Далее я предлагаю поговорить о самом интересном. Это о наших созданных опытных образцах, различной технике и различных электродвигателей, а также о нашем серийном производстве, которое уже на данный момент запущено. Начну я, конечно, говорить про мотор-колесо, но не потому, что это самый важный двигатель в нашей компании, потому что он отчасти один из самых знаменитых. И благодаря именно мотор-колесу, про Дуйнова, как про разработчика, многие и узнали. Давайте разберемся, почему именно мотор-колесо получило такую широкую популярность. Дело в том, что это первое в мире мотор-колесо, которое выполнено в виде асинхронного двигателя. Все остальные мотор-колеса, которые вы можете приобрести на рынке, где-то купить, это двигатели совершенно иного класса, так называемые Билдиси-двигатели. Кто-то их заспросит, ну а в чем, собственно, разница, особенно для потребителя. Первая, конечно, разница это в цене и доступности подобных электродвигателей. Дело в том, что Билдиси-двигатель по своей конструкции имеет в своем составе редкоземельные металлы. Эти редкоземельные металлы являются сырьем. Добываются они, 95% из них, в Китае. И Китай на законодательном уровне запретил вывоз этих редкоземельных металлов из страны. Соответственно, вам для того, чтобы, как производителю, допустим, подобных мотор-колес или техники, или электробайков каких-то, необходимо либо закупать эти двигатели только в Китае, потому что вы не можете вывезти сырье и сделать производство у себя, либо покупать уже у китайских компаний данные двигатели. Конечно же, все это влияет на цену. Конечно же, все это влияет на доступность. Итогу в оптовой закупке, например. Потому что Китай может спокойно и цены на сырье поднимать, что он делает год за годом. Более того, у вас увеличатся расходы на логистику данного мотор-колеса, чтобы привезти его из Китая в Россию. Ну и, конечно, ни о каком отечественном производстве речи здесь уже идти не может, потому что, опять-таки, невозможно технически выпускать эти мотор-колеса в России. Что же про мотор-колесо Дуенова? Поскольку это асинхронный электродвигатель, в нем нет никаких магнитов, в нем нет абсолютно никаких дорогостоящих материалов, в нем есть только медь и электротехническая сталь в основном, что можно добыть в любой стране, в том числе в России. Соответственно, себестоимость данного мотор-колеса в разы меньше, также гораздо шире его доступность. Именно поэтому те компании, которые сейчас не могут по адекватным ценам получить эти мотор-колеса для своей техники, они все больше и больше внимания обращают именно на разработку Дмитрия Александровича Дуенова. Если мы говорим про цену, то какая цена здесь может быть? Примерно порядка 10 тысяч рублей себестоимость мотор-колеса мощности 20 кВт. И кто-то из вас скажет, что возможно это не так уж и мало, может быть вы какие-то аналоги найдете даже по такой цене. Но здесь мы переходим к самому интересному, это конечно к мощности. Дело в том, что даже если вы найдете мотор-колеса за 10 тысяч рублей, в таком случае у них будет мощность, может быть полкиловатта, может быть 1 кВт. Мотор-колесо Дуенова, ну 3 кВт это максимум, просто цены растут, да, вот последнее, что мне сказали, что за 3 кВт уже не купить там, ни за 10, ни за 15 тысяч. Ну может быть поискать где-то и найдете, но в общем-то они гораздо дороже. Это вы можете спокойно проверить, посмотрев в интернете. Здесь же мы говорим про мощность не 1, не 2, не 3 кВт, как у конкурентов, а именно о мощности в 20 кВт. Разница здесь разительная, вы сами можете посчитать, насколько данный аппарат мощнее, чем то, что сейчас делают китайцы. И соответственно, насколько он конкурент не способнее, да, за ту же цену, тем более более простой, простому производству и большей доступности. Надежность здесь гораздо выше, чем у Билдиси-двигателя, поскольку в Билдиси-двигателях есть магниты, магниты крошатого при ударах, они гораздо менее долговечны. Здесь же асинхронный электродвигатель, который наиболее надежен и который работает в самых адских условиях труда, как правило, поэтому в том числе с мотор-корресом, конечно же, ничего не произойдет. Здесь много есть других еще преимуществ, такие преимущества, как отсутствие торможащих сил, также мы можем говорить о присутствующей рекуперации. В общем-то, со всем с этим вы можете ознакомиться также на нашем официальном сайте, более подробно по каждому пункту. Я же здесь еще отмечу, что мотор-колес есть целая линейка, это несколько видов и мощностей мотор-колес для велосипеда, также мотор-колеса для электроскутера, также мотор-колеса, патент для инвалидных колясок, ну и, конечно же, мотор-колеса для электроавтомобиля. Вот, кстати, Сергей мне помогает, пишет, что 3 киловатта стоит 25 тысяч рублей, то есть можете сравнить. Я говорю про себестоимость 10 тысяч, ну, допустим, если даже отпускная цена, там, итоговая для покупателя будет 20-25 тысяч, то, опять-таки, по такой цене у китайца вы купите 3 киловатта, здесь вы купите 20 киловатт, то есть разница, конечно, налицо. Если же мы будем продолжать говорить про мотор-колеса, то хотелось бы рассказать про мотор-колеса для электроавтомобиля, и первый электроавтомобиль, для которого были спроектированы мотор-колеса Дуйнова, это автомобиль Zeta. Компания Zeta – это сторонний разработчик, они делают свой электроавтомобиль, и для разработки мотор-колес они обратились именно к Дмитрию Александровичу Дуйнову, который для них эти мотор-колеса и разработал. На данный момент компания Zeta делает все для того, чтобы выпустить в серию свой электроавтомобиль. Если им это удастся, в таком случае, первый серийный электроавтомобиль, который мы увидим в России, это будет именно тот автомобиль, для которого Дуйнов проектировал мотор-колеса. Это, конечно, в очередной раз подтверждает, что Дмитрий Александрович Дуйнов своей командой является одним из лидеров в области технологий и электродвигателей, и транспорта в целом в России. Это налицо, то есть все передовые разработки, ну, многие, скажем так, все нельзя делать, да, многие делаются именно благодаря его технологиям. Если говорить про другие направления, где была премена «Славянка», это стоит вспомнить, например, модернизированный двигатель в троллейбусе. Этот электродвигатель был троллейбусом модернизирован по «Славянке», после чего троллейбус стал более динамичным, он стал более экономичным, в общем, тесты прошли успешно. Также мы можем вспомнить про «Электровоз», это такой небольшой поезд, используется он в шахтах, и до модернизации по «Славянке» он тянул 5 вагонов с грузом, после модернизации, по совмещенным обмоткам, он тянул уже 11 вагонов с грузом. То есть результат достаточно интересный, и более чем в два раза его мощность возросла. Есть огромное количество других разработок, просто за один вебинар обо всем не расскажешь, я рассказал о более интересных и наглядных. Скажу пару слов о нашем серийном производстве. Серийное производство у нас запущено, на данный момент мы выпускаем два вида различных двигателя, это двигатели DA90S и DA100S. Их вы можете приобрести у наших партнеров, компании Motorized Systems. Можно купить как двигатель отдельно, так и купить его в составе транспортных средств, например, электробайка или электроавтомобиля. Поэтому, если вы давно хотели испытать, что такое технология DA1O в деле, вы можете это сделать, обратившись к нашим партнерам. То, о чем я сейчас рассказывал, это был блок, который был в большей степени посвящен именно разработкам, именно технологии. Все это длилось в течение 24 лет. Достаточно долгое время потребовалось для того, чтобы все протестировать, все проверить, сделать опытные образцы. И только после того, как команда была уже убеждена в том, что технология работает, что никаких подтверждений этому не нужно, и что мы прошли абсолютно все там и патенты, и все исследования, стал вопрос о коммерциализации этой технологии. И для того, чтобы построить крупный бизнес на базе совмещенных обмоток, конечно же, компании потребовались инвестиции. И первая мысль всегда – это пойти к крупному инвестору. Но, если говорить коротко, то с крупными инвесторами договориться не смогли. Потому что при предложениях реализовывать проект за рубежом, это, от этого Дмитрий Александрович отказался по причинам, по причинам идеологическим, а также по соображениям безопасности, потому что, конечно, когда ты на чужой территории строишь предприятие, никто не гарантирует, что просто твоя технология не будет там украдена вместе с документацией, если это где-нибудь в Китае, допустим, ну или просто, что твои права там не будут ущемлены, как у разработчика. Соответственно, Дмитрий Александрович сказал, что делать мы это будем исключительно в России. И в России же также не смогли договориться о вменяемых условиях инвестирования, потому что, конечно, в подобные проекты, когда инвесторы заходят, они забирают именно контроль над компанией, они выкупают то, что есть у разработчика, а потом разработчик уже остается на тех позициях так называемого топ-менеджмента или просто руководителей ведущего разработчика. Отчего также Дмитрий Александрович отказался и было сказано, что никогда разработки эти проданы не будут, разработки будут самостоятельно внедряться и контроль над технологией никто не будет терять. Не все способны на такое. Я думаю, что многих, в принципе, удивляет то, что проект работает, и что Дмитрий Александрович своими силами в России смог такой проект на ноги поднять. И многие идут по более простому пути. Да, они продают свои разработки за рубеж, они уезжают за рубеж, и уезжают не только вместе со своими разработками и патентами, которые еще были в советское время сделаны, да, и на деньги, скажем так, советских людей. И сейчас мы покупаем уже товары, которые были сделаны, опять-таки, на советские разработки, да, где советские патенты лежат. Но и самое важное, что утекают еще и мозги. И с 90-го года с развала Советского Союза только из России уехало более 1 миллиона человек, разработчиков, инженеров, ученых. В общем-то, но Дмитрий Александрович не из их числа. Он сумел довести этот проект до его логического финансирования, до уже его коммерциализации, так называемой. Именно так появилась идея сделать проект народным, привлечь инвестиции уже, скажем так, устоявшимся за рубежом методом. Это метод коллективных инвестиций, когда компания привлекает деньги не от одного крупного инвестора, а от неограниченного количества малых и средних инвесторов. Соответственно, поучаствовать в таком финансировании может абсолютно любой человек из любой точки мира. И инвестиции у нас начинаются от 50 долларов. Поэтому проект называется именно народный, потому что абсолютно каждый может поддержать разработчика, поддержать наши отечественные технологии и поддержать то, что у нас сейчас создается в России, для России и во благо тех, кто живет на территории России. Причем поддержать это даже не совсем верное слово, потому что, конечно, в первую очередь, это именно стать инвестором и стать совладельцем того бизнеса, который создает Дмитрий Александрович Дуинов, и получить возможность заработать на этом, заработать вместе с компанией. И я начну говорить о том, для чего компания привлекает деньги-то, что компания планирует делать. Необходимая сумма для реализации проекта 40 миллионов долларов. Эту сумму планируется привлечь за три года, уже более чем полутора лет прошло, и, соответственно, нам осталось менее чем полтора года до планового завершения финансирования проекта. Планируется строить конструкторское бюро. Располагаться это конструкторское бюро будет в особоэкономической зоне Технополис Москва. Мы в начале 2019 года успешно стали резидентами особоэкономической зоны. Это правительственная, государственная особоэкономическая зона, где государство размещает различные компании, различные проекты для их развития, для того, чтобы помочь им стать на ноги. В общем-то, для того, чтобы вас пустили в эту государственную особоэкономическую зону, нужно пройти ряд проверок. Но мы успешно это сделали, правительство города Москвы наш проект одобрило и сделал нас резидентами. Для нас это означает не только поддержку города Москвы или поддержку правительства нашего, что, конечно же, не менее важно, опять-таки, потому что это некое подтверждение для тех, кто не верит в проект, возможно. Правительство города Москвы верит в наш проект, оно считает его жизнеспособным, оно считает его реалистичным и нужным для Москвы и для России. Соответственно, нам дали землю бесплатно, нам будут подводить коммуникации бесплатно, ну и, конечно, самое важное, что у нас будут существенные налоговые льготы, как у резидентов, а когда-то не уплатил час налога, ну, в нашем случае полностью легально, это считает твоя прибыль, поэтому предприятие будет даже прибыльнее, нежели те аналогичные предприятия, которые работают, там, как конструкторское бюро, может быть, тоже, ну, такие предприятия есть. Соответственно, чем будет компания заниматься? Она будет заниматься именно разработкой электродвигателей под нужды заказчика, нет основной цели делать серийное производство, предприятие будет работать, как конструкторское бюро. Конструкторское бюро занимается именно разработкой различных двигателей. В таком случае работа выглядит следующим образом. К Дуинову приходит компания, говорит, допустим, что она создает электроавтомобиль, и для ее электроавтомобиля нужен определенный двигатель с определенными характеристиками. Соответственно, Дуинов проектирует такой двигатель, передает документацию этого двигателя заказчику, и заказчик после этого, этот двигатель уже может устанавливать свои транспортные средства, ну, естественно, серийно их производя. Как пример, да, вот, кто-то думает, возможно, что все двигатели для себя разрабатывают компании самостоятельно, но это не так. Даже, например, когда компания BMW для себя создавала мотор-колесо, и было нужно мотор-колесо, она также обратилась в один из конструкторских бюро. Ей разработка мотор-колеса стоила в сумму 75 миллионов евро. Столько стоит разработать двигатель подобного типа. Есть абсолютно разные заказы, естественно, они могут быть и сотни миллионов долларов, и десятка, несколько миллионов долларов за разработку двигателя. Средняя цена на разработку подобного двигателя – это 50 миллионов долларов. Это средняя цена по рынку. Наша конструкторская бюро сможет разрабатывать несколько таких двигателей в год. Сейчас у нас уже есть предварительные договоренности с большим количеством заказчиков, поэтому как только проект стартанет, нам даже не нужно будет нарабатывать какую-то клиентскую базу или еще что-то делать. У нас уже для этого все готово. Много или мало эти 50 миллионов долларов. Самое важное, что для реализации проекта нам требуется 40 миллионов, но выполнив всего лишь один заказ, мы уже окупаем все необходимые для реализации проекта инвестиции. То есть проект, венчурное инвестирование, оно всегда рискованное. Но в нашем случае всего лишь один выполненный заказ все риски окупает. В общем-то именно этим компания планирует заниматься, имея свой особый статус резидентов особой экономической зоны и признанием города Москвы. Совсем скоро, уже в ближайшие месяцы, мы начинаем строительство, поэтому те, кто к проекту только сейчас присоединится, вы сможете... В самом таком интересном моменте вы к нам подключитесь, как участники, как инвесторы, вы сможете уже за стройкой конкретно наблюдать. Ну, конечно, и до этого было сделано огромное количество работы, о чем я немножко позже также обязательно расскажу. Для начала я расскажу о том, что же получает инвестор, для чего инвестору участвовать в данном проекте. Как я уже говорил, это не пожертвование, это не просто поддержка, хотя, конечно, такая составляющая здесь есть, и здесь много людей, которые просто хотят поддержать отечественного разработчика. Ну, многих попросту утомило, что мы, имея такие наработки, как Советский Союз, который еще делал все время, только добываем полезные ископаемые и больше ничего не делаем. Здесь у нашего проекта есть шанс что-то здесь поменять, в том числе показать другим пример. И каждый человек, который принимает участие в проекте, он становится совладельцем того бизнеса, того конструкторского бюро, которое мы сейчас создаем. Каждый инвестор получает инвестиционные доли, так необходимо по законодательству. Эти инвестиционные доли после завершения финансирования вы сможете обменять на акции нашего будущего предприятия. Соответственно, став акционерами, став иметь ценные бумаги, вы уже сможете заработать двумя способами, о которых я сейчас расскажу. Еще хотел бы просто уточнить перед этим, что, конечно, каждому инвестору предоставляется большое количество различных документов юридических, в том числе договор инвестирования, приложение к договору инвестирования и сертификат. Это такая некая выписка из реестра, которая указывает, какое количество инвестиционных долей есть именно у вас. Вы можете все это получить в электронном виде, и совсем скоро, не хочу обещать, но может быть уже в течение следующей недели, мы наладим отправку этих договоров в бумажном виде. Сможете заказать с мокрой печатью и хранить их у себя. Соответственно, вот вы получили инвестиционные доли, затем поменяли их на акции будущего предприятия. Для чего вам быть акционером, для чего вам быть совладельцем бизнеса, того, о котором я сейчас рассказывал, совладельцем конструкторского бюро? Первое, это, конечно, возможность продать свою долю в компании гораздо дороже, нежели чем вы ее купите сейчас. Дело в том, что на данный момент у вас есть возможность купить долю в компании гораздо дешевле ее номинальной стоимости. Это происходит в процессе венчурного инвестирования. Сейчас у нас именно венчурная стадия проекта, когда проект привлекает инвестиции, и так называемая плата за риск, венчурная премия для каждого инвестора, это именно благодаря ей вы можете заработать. Благодаря ей вы сейчас покупаете очень дешево то, что в дальнейшем сможете продать гораздо дороже. Для того, чтобы у вас была возможность продать свои акции дороже, компания планирует проводить так называемое IPO. IPO это процесс вывода акций на фондовый рынок, и после завершения финансирования мы будем приступать к процессу IPO, и у каждого инвестора будет возможность свои акции на бирже продать. Опять-таки, никто не заставляет вас это делать, вы можете свои акции держать у себя сколь угодно долго. Это ваша частная собственность, вы можете распоряжаться и по своему усмотрению, передать по наследству, подарить, продать все, что хотите. В общем-то, если вы не будете продавать свою долю в компании, ну, соответственно, она с годами будет капитализироваться, как и каждый хороший актив, как и доля любой успешной перспективной компании. Конечно, никто вам не скажет, сколько акций двигателя Дуинова будут стоить через 10, 20, 30 лет. Мы можем лишь смотреть на примеры других компаний, которые также проходили такие подобные венчурные стадии, и которые на данный момент стоят очень дорого, и которые все мы знаем. Как пример я могу привести компанию Google, которая за 16 лет выросла в 10 тысяч раз, или компанию Apple, которая выросла за 38 лет в 68 тысяч раз. Компания Alibaba, в свою очередь, за 18 лет выросла в 4 миллиона раз. В общем-то, это все реальные примеры. Все эти компании, как и любая другая компания, проходили венчурные стадии. Кто-то в них также инвестировал, и кто-то верил, кто-то не верил в их успех. Сейчас вы все их знаете, и, конечно, риск тех инвесторов был полностью оправдан. Это как примеры успешной реализации компаний, которые, опять-таки, вышли на мировой рынок. Что самое интересное, что кроме возможности продать свою долю в компании дороже, у вас есть возможность также и получать дивиденды. Это вторая статья дохода, которую вы можете рассчитывать, и 50% распределяемой на дивиденды прибыли, 50% будет уходить инвесторам. 50% это очень большое количество, и не каждая компания может себе такое позволить, но поскольку наша компания именно привлекает инвестиции, методами коллективных инвестиций, и является им народной, именно поэтому такое решение было принято. Так что это очень ощутимая такая прибавка к тому факту, что вы можете продать свои акции гораздо дороже, нежели вы можете приобрести их на данный момент. Что хотелось бы еще отметить. Давайте поговорим о том, что мы уже сделали на данный момент. Финансирование идет уже более чем полтора года. За это время, конечно же, проект не стоял на месте. Деньги, которые сейчас приходят в проект, расходуются на нужды проекта. Все это видно в отчетах, в видео, в новостях, которые предоставляются каждому инвестору. На данный момент, благодаря первым инвестициям, нам удалось уже создать лабораторию, создать опытный участок, создать и смонтировать стендовое оборудование. Самое интересное, что то, что я сейчас назвал, лаборатория, опытный участок, это по большому счету уже на данный момент является тем конструкторским бюро, что мы сейчас строим, но в миниатюре. То есть это небольшая копия того, что мы сейчас создаем. Для чего это было сделано? Это наш первый шаг, который изначально был запланирован. Для того, чтобы не ждать реализации проекта, это было создано для текущей работы над технологией. На данный момент в лаборатории идут работы над новыми двигателями, идут работы над методиками испытаний, идут работы над тестированием двигателей, разработка новых и, соответственно, выпуск затем этих двигателей на нашем опытном участке. После того, как мы разработали и выпустили двигатель, мы уже на нашем стендовом оборудовании снимаем характеристики с этих двигателей, смотрим, что у нас получилось и сравниваем эти двигатели с тем, что сейчас делают конкуренты. В общем-то, мы уже нарабатываем базу, мы уже нарабатываем документацию и мы нарабатываем опыт для работы в рамках будущего конструкторского бюро. Работа очень большая, работа интересная. Опять-таки, все отчеты вы всегда видите в новостях. Следите за этим и у вас будет понимание, что на данный момент там происходит. Конечно, кроме этого, было сделано много чего другого. Опять-таки, если говорить про новые двигатели, это и разработка двигателя класса Е3 в корпусе Е1, это и создание двигателя для болгарки, это и полученные технические условия на мотор-колеса. Также мы можем говорить о получении патентов различных, что увеличивает интеллектуальную собственность компании, а интеллектуальная собственность сейчас ценится даже гораздо выше, нежели материальная во всем мире. Поэтому нужно обращать внимание и только на станки, но и, конечно, на те патенты, что есть у предприятия. Получено достаточно большое количество договоров о сотрудничестве. Это не только договора с теми компаниями, которые будут заказывать у нас разработку, но это и договоренности с различными организациями, с различными администрациями. В общем-то, например, в Китае, где администрация провинции Бэйхай подписала договор о защите нашей интеллектуальной собственности на территории Китая. Много что еще было сделано. Это и разработка собственного контроллера, это и проведение различных большого количества испытаний. В общем-то, об этом можно говорить бесконечно. Может, опять-таки, на нашем сайте ознакомиться. Я же лишь хотел вам сказать следующее. То, что сейчас тренд инвестирования, он в России есть. Люди в России инвестируют все больше, но пока, конечно, не в таком количестве, как, например, за рубежом. В частности, например, в Америке инвестируют 70% всех людей. Это совершенно нормально. У нас инвестируют 2-3%, но, опять-таки, люди все больше и больше к этому приходят, потому что, конечно, есть понимание, что в существующих реалиях заботиться о себе нужно самостоятельно. Нужно самостоятельно думать, как тебе жить, чем тебе зарабатывать и как свой капитал на старость или на следующую жизнь или для своих потомков создать. Если раньше надеялись на пенсию, то сейчас все меньше и меньше уже про это говорят. Соответственно, я вам рекомендую, конечно же, повышать свою финансовую грамотность. Я рекомендую вам различные способы инвестирования изучать. Это и акции, и облигации, и разные высокорискованные инвестиционные направления, такие как криптовалюта. Это тоже интересно, имеет право на жизнь. Но, конечно же, я вам рекомендую присматриваться и к таким направлениям инвестирования, как краудинвестинг, как коллективное инвестирование, как один из самых быстро развивающихся направлений инвестиционных во всем мире. Ну и, конечно, проект двигателя Дуинова как один из самых перспективных проектов, вообще, я думаю, инвестиционных, да, и на рынке краудинвестинга абсолютно точно. Так что, друзья, обязательно напишите и задайте вопросы о проекте тем людям, которые вам рассказали об этом вебинаре. Я думаю, что они вам помогут во всем разобраться, ответят на вопросы. Если же они останутся, помните, что у нас есть техническая поддержка. Вы можете позвонить и по телефону нам, и вас проконсультировать, или написать вам в онлайн-чат. Ну и если хотите, чтобы я прямо сейчас ответил на ваши вопросы, я прошу их направлять во вкладку «Вопросы» вверху вебинарной комнаты. Сейчас на все ваши вопросы я отвечу. Ну, я не знаю, стоит ли сегодня рассказывать последние новости, поскольку последние новости у нас, как правило, по четвергам. Но скажу пару слов. У нас сейчас прошла живая встреча. Прошла живая встреча, презентация в городе Санкт-Петербург. Прошла она вполне успешно. Была презентация. Была, присутствовала представители от команды разработчиков. Это Евгений Дуинов, например, или Яна Теплова. Все эти люди там были. В общем-то, с чем она интересна, для чего я об этом сейчас рассказываю. Дело в том, что на этой встрече, впервые на наших живых встречах подобный формат проходил. Ну, даже начнем с предыстории, да, небольшой. То, что многие спрашивают, где можно посмотреть там вашу отчетность, бизнес-план, бухгалтерские там какие-то документы. Ну, в общем-то, посмотреть аудит или бизнес-план компании «Столомаш». Чаще всего именно об этом спрашивают. И Дмитрий Александрович сказал, что если вы инвестор, то вы можете приехать в «Столомаш» и лично увидеть бизнес-план. Но для присутствующих на нашей презентации в Санкт-Петербурге была дана возможность ознакомиться с бизнес-планом, ознакомиться с документами различными о компании своими глазами. Вот Сергей Шевченко выслал видео в чат в бинарной комнате. Вы можете посмотреть, там вот инвесторам показали все интересующие их документы. Так что, друзья, ходите на нашу живую встречу. И, соответственно, там в том числе такие вещи и проходят. Виктор пишет, просто одно и то же уже надоедает слушать каждый месяц. Виктор, так вы и не приходите на вебинары по вторникам. У нас по вторникам проходит вебинар для новичков. И по вторникам я рассказываю презентацию проекта. Поэтому по вторникам ничего нового. Если вы хотите именно новую информацию узнавать, то приходите в четверг на наш вебинар. В четверг у нас именно всегда что-то новое. Всегда новая информация, последние новости. В общем-то, все самое интересное. В общем-то, кто это видео хочет посмотреть, обязательно переходите, обязательно смотрите. Еще раз, все было показано нашим инвесторам. И бизнес-план, и аудит компании, все остальные документы, которые необходимы. Там и заявка Валабышева, и патенты различные, и лицензионные соглашения с лицензионными обмотчиками договора. Ну, в общем-то, все-все юридические документы, которые часто из вас многие спрашивают, там вот люди посмотрели. Так, я перейду к ответам на вопросы. Здравствуйте, Павел. Когда примерно начнется строительство Валабышева? Василий, этот вопрос правильнее было бы адресовать Дмитрию Александровичу Дуинову. Как я помню то, что он говорил, это сейчас, как только нам согласуют итоговый участок, мы подпишем последние договора. Ну, соответственно, после этого, я думаю, что уже по... То есть, что еще остается? Сейчас подрядчик в конце этой недели нам уже выдаст итоговый вариант здания, который мы строим. Ну, и затем технический заказчик должен будет это согласовать в мэрии, ну, не в мэрии, в правительстве Москвы, да, там есть специальное, как сказать-то, подразделение, да, которое занимается именно строительством, которое одобряет или не одобряет внешний вид построек на территории Москвы. Ну, в общем-то, я думаю, что в течение ближайшего месяца этот вопрос будет закрыт. Ну, это лучше у Дмитрия Александровича спрашивать. Есть у вас в Санкт-Петербурге лицензионные обмотчики? Александр, вам необходимо обратиться в компанию АСФП и у них этот вопрос уточнить. В лицензионной обмотчике есть очень большое количество городов и стран. В чате вебинарной комнаты вы найдете форум, ссылку на форум, где, скажем так, переписываются, общаются лицензионные обмотчики. А я выслал ссылку на сайт компании АСФП, обратитесь к ним, они вам скажут, идут контакты лицензионных обмотчиков. Руслан говорит, за прогулы уволили. Если бы так оно и было, Руслан. Так, за год 10 этапов, это каждый месяц по этапу, правильно? Борис, не обязательно так, потому что мы перешагиваем этапы периодически, когда выполняем цели сразу на несколько этапов. Поэтому этапы могут менять раз несколько месяцев, но при этом сразу менять 2 или 3 этапа мы можем. Поэтому здесь разница уже никакой. Павел, подумайте по поводу не перешагивать этапы, а чаще шагать. Не более месяца, полтора на этап, думаю, будет эффективнее. Евгений, мы думали уже об этом, но вы должны понимать, мы этапы меняем не от своих желаний. Мы этапы меняем тогда, когда у нас выполнены задачи, которые были запланированы на этап. Бывает такое, что мы запланировали задачи, например, на 11 и на 12 этап, а потом в течение 11 этапа эти задачи выполнили. Соответственно, получается, что мы идем с опережением, поэтому мы меняем этап. Сразу два этапа. Так что это привязано к большому количеству различных событий. Павел, здравствуйте. А когда на биржу будете выходить? Вы говорите, инвесторы должны продавать свою долю. Это обязательно делать. Поясните, зачем продавать мне свою долю на бирже. Юрий, продавать долю не обязательно. Дело в том, что вы купили долю в компании сейчас дешево или купите. И вы, как инвестор, хотите заработать. Соответственно, один из способов заработать, это сейчас купить долю в компании дешевле, а потом продать ее дорого. То есть это такая спекуляция. Опять-таки, нужно ли это делать? Ну, конечно, нет. Вы можете оставить акцию у себя, вы можете держать их как угодно долго. Может, вы их продадите через 20 или через 30. Может быть, вы там своим детям их передадите, как угодно. Все это время вы будете получать дивиденды, часть прибыли от компании. Поэтому тут каждое дело действует на свое усмотрение. Просто многие пришли в проект именно заработать. Некоторых даже не так сильно волнует технология. Они просто инвесторы. Сегодня они инвестировали. Через несколько лет они хотят получить прибыль. Вот это возможность для них это сделать. Так, друзья, вроде бы вопросы закончились. Я вам еще раз напоминаю о том, что смотрите последний видеоролик, где на одной из наших живых встреч в Санкт-Петербурге мы продемонстрировали ряд документов в компании. То есть именно бизнес-план, аудиты компании. В общем-то, посмотрите, если вам это интересно. Также напоминаю, что наша следующая живая встреча пройдет в Минске 27 апреля. Так что Беларусь, всех ждем на живой встрече. Никуда мы подобные документы не привозили. Я сейчас кратко назову, что вы сегодня можете увидеть. Начну с самого, может быть, менее интересного. Давайте так сделаем. Да, давайте откроем. Сразу скажу то, что сейчас сразу подходить не нужно, иначе будет сыр-бор. Мы сейчас покажем, что где находится, соответственно, потом ответы на вопросы, и потом каждый из вас может подойти, своими глазами посмотреть, задать вопросы, полистать, ну, все что угодно. Ну, хорошо, давайте начнем. Соответственно, те документы, которые нужны были для заявки в особую экономическую зону, это, конечно, заявка на заключение соглашения об осуществлении техников недреческой деятельности. Это главный договор, основной, да, самый основной документ о СОВЛМАШ. Затем вы сможете увидеть свидетельство о государственной регистрации компании СОВЛМАШ, свидетельство о постановке на налоговый учет, ну, и, конечно, бизнес-план о СОВЛМАШ, той самой компании, которая реализовывает проект двигателей Дуинова, и со владельцами которой являются все текущие… Ну, это, конечно, не все, только микрофон даже отказал о таких новостях. Так, раз-раз, да, все слышно меня. Предпроектные предложения, технические условия, программа методики сравнительных испытаний двигателя синхронных, как общего назначения, как стандартные, со стандартными обмотками, так и совмещенными обмотками. Ну, и что самое интересное, то, чего все просили, это, конечно, бухгалтерский баланс и финансовая отчетность у СОВЛМАШ, ну, и, конечно, аудиторское заключение по компании СОВЛМАШ. Все это вы сейчас сможете увидеть. Это далеко не все. Это самое интересное, да, что мы сегодня привезли. Все это, то, что я назвал, находится за этим столом. Также еще, не знаю, часть патентов, наверное, здесь лежит. Здесь вы сможете увидеть патенты на изобретения и полезные модели команды СОВЛМАШ и АСПП. Также непосредственно патенты СОВЛМАШ, патенты АСПП. Все эти патенты здесь есть. Более того, я уже неоднократно говорил, что все эти патенты легко проверяются на сайте Роспатента, что они настоящие, что это никакая не фальшивка и не просто напечатаны. Главный номер, все это можно посмотреть в интернете. Что у нас еще интересно? А, вот еще интересно, да, чуть не забыл. Конечно, лицензионные договора с некоторыми лицензионными обмотчиками. Сегодня мы про них говорили. Это те компании, которые уже сейчас используют славянку, оказывают услуги по славянке своим клиентам. Вот, соответственно, с некоторыми договорами, с этими лицензионными обмотчиками вы можете здесь ознакомиться. Кстати говоря, кто хочет стать лицензионным обмотчиком, также вы можете это сделать. 22 договора, да. Они не только заключены, они зарегистрированы официально в Федеральном институте промышленной собственности. То есть эти договоры, к ним прилагаются свидетельства об изменении, внесении изменений в патенты. Это означает, что данный обмотчик имеет полное право пользоваться патентом, который указан в этом договоре. То есть все официально и копии можно посмотреть. Это не является закрытой информацией. Единственное, у нас есть просьба, так как эти документы все-таки являются своего рода стратегическими. Просьба, их можно посмотреть, поддержать здесь. Но просим вас их не фотографировать, не делать копий. Заключительно в интересах проекта и компании. Спасибо за понимание. И кто захочет ознакомиться с ними поближе, мы просим сюда и постараемся ответить на ваши вопросы, дать комментарии. Помимо этого, тут еще есть у нас такая небольшая часть ради интереса. Может быть, вы видели во ВКонтакте. Это проекты и предложения по интерьерам и экстерьерам будущего здания. Я бы вам предложила особенно поинтересоваться вот этим документом. Это оригинал, один из томов предприятных предложений. Это то, как в целом и общем будет выглядеть здание будущего инженернирового центра. То есть проектно-конструкторского бюро, который будет на площадке Алабышева. С ним тоже можно ознакомиться. Спасибо. Так что, друзья, все те, кто хотели увидеть бизнес-план, заявку в особую экономическую зону, аудит компании Соболмаш, сегодня у вас есть такая возможность лично с этим ознакомиться, в том числе еще и с патентами, с договорами с лицензионными обмотчиками и с интерьерами зданий, интерьерами и экстерьерами здания, которые мы планируем. Да, предложение по экстерьеру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok